Вот уже 35 лет в обязанности Сергея Смолякова входит надзор и профилактика происшествий на водоемах Ивановской области. Ежегодно в Министерстве по чрезвычайным ситуациям проводится фестиваль «Созвездие мужества». И в этом году звание лучшего инспектора ГИМС региона удостоился наш герой. Зарекомендовал себя ответствием инициативным работникам. С 2006 года он возглавляет группу патрульной службы, которая выдвигается на наиболее отдаленные участки области. За, например, истекший год с его участием было проведено более 160 патрулирований, в которых он принял личное участие. Осмотрено более 2000 судов и вынесено более 100 предписаний административных. Суда патрульной службы базируются в Кинишме. Основной фронт работ – река Волга. Погода на Волге, она, в общем-то, разнообразная. Бывают очень сильные ветра. «Были случаи, когда мы возвращались из-под Решмы, значит, на берегу стояла лодка грибная и размахивала белым флагом, просила помощи. Когда подошли, оказалось, что лодка грибная, она очень большая парусность в нее. И чисто силу ветра его сбивала, и он не мог отгрести на нормальное место. Ну, пришлось тоже помочь и переправить на тот берег». Бумажной работы, конечно, хватает, но сейчас на первом месте профилактика. Казалось бы, не успело закончиться лето с его не всегда трезвыми купальщиками и незарегистрированными судами. Как наступила ранняя зима. Сергей Смоляков вместе со своей группой отправляется в парк 1905 года. Водоем уже покрылся льдом, но первый лед – самый обманчивый и непрочный. «Его толщина от нуля до где-то сантиметров восьми-десяти. Он еще недостаточно для того, чтобы на него выходить масса людей. Тем более сейчас опять плюсовая температура, выпали осадочки, все покрылось водой. И есть вероятность того, что в каких-то местах они будут промыты. Поэтому выходить на лед категорически сейчас небезопасно». Главная группа риска сейчас – это дети. У школьников осенние каникулы, и буквально на глазах инспекторов и съемочной группы трое мальчиков вышли на лед, подвергая себя смертельной опасности. «Нормально, потому что она, ну, где-то, ну, чтобы безопасно ходить сантиметров в десять, как минимум надо. Хотя считается, что шесть сантиметров для одиночного пешехода, но это все равно, вот он реально. Больше десяти сантиметров уже как-то поспокойнее. А уже зимой, когда будет пятьдесят, вот все это безопасно, и уже на лоджах, и на коньках кататься можно. Здесь вот, кстати, зимой делают каток, катаются на коньках, в общем-то, все безопасно». О том, что нет ничего опаснее первого льда в оттепель, приходится объяснять и взрослым. Этот рыбак тоже получил памятку, как нужно вести себя на водоемах. Однако уходить мужчина не поспешил. Видимо, слишком долго ждал он зимней рыбалки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.